Под пильным контролем Улады наместник премьер-министра Республики Беларусь Юрий Назаров наведал Добрышский завод по выработке кордону. Объект один из наиважнейших для беларуской промысловости. Керавництва краины так само у всех, кто мают дочинение до его творения, объединены одной метой. Забеспечить свой часовый запуск вытворчасти без шкоды для якости. Под рабязностью в наступном сюжете. Керавництва завода упеунивая. Работы проходят по графику. Ничто не перешкоджает до конца года запустить основную вытворчасть в пусконаладочном режиме. Австрийская компания Андрец скончила аудит, але супрацовництва с замежными коллегами гэтым не обмяжуется. 29 июля заключен договор на проведение основных работ. Следовательно, сейчас идет мобилизация сил и в середине августа специалисты компании Андрец заедут на производство. Основное доручение Юрия Назарова – работы по запуску вытворчасти треба узмацнить. Супрацовники павинны звернуть увагу на усе дробязи. Каб пасля увядзения обсталевания у эксплуатацию, усе структурное подразделение завода працавали без боев. Калі ёсь махчымасть паскорыць темпы, треба яе выкарастаць. На пачатку восени пусковый комплекс павинен быть готовым для далейшей работы. Так само треба адругаляваць односены со Светлогорским целлюлознокардонным комбинатом. На конд поставок сыровины. По словах Юрия Назарова, с деянастю завода звязана вялікія чаканні. Лесогаспадаршы комплекс – адзін самых перспектывных на прамка ў нашай экономіки. У першую чаргу дзякуючы сваёй самодастатковаці. Целлюлоза будет переработка в картон. Картон дальше – это рабочая места для переработки картона в упаковку. И, что самое важное, мы независимем, не знаю, как купить газ, нефть, потому что сырьё, оно своё. Его надо брать в размерах определённых, не знаю, расчётными лесочеками и на базе его создавать вот такие производства. Поэтому я ожидаю, что президент, надеюсь, вернее, что будет тоже дано определённое поручение развивать производство, которое использует местное сырьё. Продприемство планую запяспечить рынок готовым продуктам на початку 2021 года. Клиентская база формируется. Будучшие заказчики чакают запуску вытворчасти не меньшим работники завода.